Ближе к новогодним праздникам ярмарка по улице Гоголя превращается в настоящий волшебный городок, в котором каждый находит ингредиенты для своего праздника. Ёлочные игрушки, мишуру и гирлянды, сувениры, подарки, наконец, красавицу ель. Если искусственные зелёные царицы появились здесь сразу после открытия ярмарки, то живые новогодние деревья поступили в продажу только в этот понедельник. Мы организовываем продажу натуральных елей, живых елей. Значит, эта продажа будет вестись 21 декабря. В четырёх местах по улице Гоголя, на шести рынках города, а с 26 декабря ещё плюс пяти районах густонаселённых города Бреста. На сегодняшний день мы планируем реализовать около четырёх тысяч деревьев. Значит, помимо ёлочек ещё мы продаём сосны, новогодние букеты. Цены у нас, соответственно, государственные, то есть никакой наценки нету. До метра ёлочка у нас стоит 70 тысяч, от метра до двух – 90 тысяч, от двух до трёх – 110 тысяч, ну и, соответственно, уже от трёх до четырёх – 220 и более. Только в первый день сотрудники лесхоза продали около ста зелёных красавиц. А это значит, что настоящая ель, несмотря на модные тенденции, не теряет своей популярности. Ведь именно лесная царица с пушистыми лапами и запахом хвои создаёт атмосферу праздника и волшебства. Чтобы её не испортить, не пытайтесь самостоятельно выкопать ель в ближайшем лесу. Незаконная вырубка ёлок, значит, нарушителю грозит штраф от 5 до 50 базовых величин. Поэтому не надо рисковать, соблазняться. Лучше прийти к нам на ярмарку, купить совершенно за небольшие деньги ёлочку-красавицу и получить прекрасное удовольствие. Последний день реализации новогодних деревьев ёлок и сосен – 31 декабря, ориентировочно до 5 вечера. Однако специалисты советуют позаботиться о приобретении пушистых красавиц заранее. При грамотной установке и правильном уходе пушистая красавица, даже принесённая в дом уже сейчас, будет долго радовать глаз. Поэтому откладывать такую важную покупку на последние дни всё же не стоит. Продолжение следует...